Друзья, наконец-таки в нашей камере Константин Пучков. Да, это я. Так давно мы вас не видели. Где вы пропадали, Константин? Я пропадал в Америке, наверное. А потом, где пропадал, в Москве пропадал. Я везде пропадаю. Как пропадалось в Америке? В Америке плохо пропадалось. В последнем турнире я мог выползти и появиться на свет. Но, к сожалению, для того, чтобы отбиться, мне нужно было четвертое место за финальным столом занять. Я занял шестое. На ФСОПе? Ну, да. Хорс был. Последний Хорс по три тысячи. Вы в этом году, слушайте, простите, я пропустила это событие. Вы сделали финалочка мировой серии. А, было, было, да. Класс. Ну, ты знаешь, что на финалочке был? Зая был и Адреналин был. Вот мы втроем вышли на финалочку Хорс. Я был чип-лидером перед последним днем. Ну, вот я пропустил вперед своих молодых друзей и занял шестое место. Ну, пусть тоже. Адреналин, кстати, я выиграл. Поздравляем. Да, 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 поздравляем. Что еще нового у вас? А, новое? Ну, а у меня кот же появился. Кот? Да, да. Ну, что вы? Ну, конечно. Как после стольких лет с лошадьми вы выбрали на кота? А, я всегда говорил, что лошади и коты самые красивые животные. И поэтому у меня очень красивый кот. Короче говоря, он скотиш-страйт. Называется его масть золотой текированной. Мне так нравится говорить слово текированный. И никто не знает, что такое текированный. Вот, но я знаю. У вас текированный кот. Как вы назвали текированный кот? Ну, он же шотландец, я его назвал селтик. Селтик? Селтик, да. Ну, Кельтон, Кельтсон. Слушайте, знаете, какой вопрос вдруг у меня созрел? Самое необычное, самое необычное имя лошади, которое вы за свою жизнь дали. Лошади. Не, ну, у меня уже были покерные клички. И когда они мне надоели, всякие фулл-хаусы, флеролы, я назвал кобылу Флёрдоранж, и все удивились. Что же это за покерный термин такой? Ну, надо какой-нибудь вести покерный термин под названием Флёрдоранж. Флёрдоранж. Что нового в вашей личной жизни? В прошлый раз вы мне говорили, что такой грустный период, что девушка умотала, а сейчас? Ну, я пытался закрутить любовь втроём, ничего хорошего не вышло из-за этого. Я знала, что нужно к вам подойти, мы каждый раз с вашей чувствуем. Не из-за того, что вы хотели замутить любовь втроём. В какой момент всё пошло не так? Что-то пошло не так. Ну, мой конкурент не выдержал конкуренции со мной, поэтому мы вернулись, восстановили статус квад. А-а-а. Да. Какая интересная у вас жизнь. Я так скучно живу, Константин, вы не поверите. Что вы говорите? Надо немножко младших развлечений привлекать вас, да? Надо, надо. Знаете, в последнее время очень модно стало в покерной журналистике задавать вопрос, работаете ли вы над игрой. Вот скажите, вы работаете или уже отдыхаете? Я собираюсь начать, начать работать над игрой. Да? Да, да, да. Вот. Как? Я всё время катал, 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 вот, что-то закатался немножко, и поэтому пришла пора поработать над игрой. А вот как бы вы это сделали? Как бы я поработал над игрой? Ну, не знаю, я бы, конечно, стал изучать всякие эти новые-новые-новые программки там. Ну, флабзилки всякие, ассимайзеры. Вот так бы я начал. Ну, классно. Константин, ну, бегите за хайроллеры, с вами так классно. Мы вам желаем удачи в турнире хайроллеров и в мейне. Вы же будете завтра мейн играть? Да, конечно. Тут и Гарик Харламов собрался играть, и Константин Пучков. Составчики. Топчик. Отлично. Это мы с Гариком Харламовым, да, на одной волне, да? На одной. Друзья, это было прямое включение с Казимом в Сочи с главного события. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.